К нормативам физкультурного комплекса готов к труду и обороне 2014 теперь будут готовиться абсолютно все рязанские школьники. В регионе, по словам министра спорта Татьяны Пыжонковой, стартовал первый этап по внедрению новой системы физподготовки. Накануне в школе номер 47, в которой впервые стартовала сдача спортивных тестов, открылась и многофункциональная спортивная площадка. И теперь ребята смогут на уроках физкультуры готовиться к ГТО, ведь по мнению многих спортсменов получить значок будет не так просто. Именно норматив, он как бы на грани. Видимо, очень умные люди и близкие их спорта составляли, что к нему можно подобраться, нужно усилия приложить. Слова известного легкоатлета подтвердили и ребята. С первых же минут сдачи физкультурных нормативов выяснилось, что одного лишь юношеского энтузиазма недостаточно. А успешно справлялись задачи лишь те ребята, которые регулярно занимаются спортом в секциях. Ну, в принципе, сложного ничего нету. Все легко идет достаточно. Главное быть подготовленным человеком. А вот ребята, которые за компьютером много времени проводят, им насколько сложно будет сдать? Вот как ты считаешь? Достаточно сложно, если они ничем не слипаются, с этими проводят за компьютером. Врядно все-таки. То есть человек должен заниматься спортом и регулярно заниматься. Если еще первый раз, то это очень тяжело. Не каждый сможет. Но как бы стараемся. Надо стараться. Можно сделать вывод, что отечественную систему физкультурной подготовки в школах теперь придется существенно пересматривать. По словам учителей, школьные нормативы значительно отличаются от более высоких ГТОшных. И потому в ближайшем будущем вполне возможно как увеличение в школах количества уроков физической культуры, так и увеличение интенсивности нагрузок. Продолжение следует...